Друзья, очень важна срочная информация. Активировались мошенники. Они берут наши видео, берут наши фотографии и от имени Лохматой Души собирают помощь. Друзья, хочу предупредить сразу всех наших друзей, наших подписчиков. Все карты и телефоны Лохматой Души зарегистрированы на имя Валентина Силич. Мы не используем никакие другие имена и фамилии. Мы не используем другие карты волонтеров. Лохматая Душа использует только карты и телефоны своего создателя, Валентина Силич. Остерегайтесь мошенников. У Лохматой Души нет других карт, кроме получателя Валентина Силич. Друзья, доброго вам всем здоровья. Доброго здоровья вашим семьям, вашим родным и близким. Храни Бог ваших детей и внуков. Друзья, сейчас, когда в стране такое тяжёлое положение, не только у нас, но и по всему миру, когда непонятно и очень много разных домыслов и много разных предложений, мир весь содрогается, боится, истерит. Ребята, давайте не будем уподабливаться листьям на ветру. Давайте здраво мыслить, холодно и трезво подходить к этой проблеме. Защищать себя и свои семьи необходимо. Сохранять спокойствие – это самое главное. Друзья, я обращаюсь к вам от имени Лохматой Души и желаю вам всем сил, здоровья, взаимовыручки. Это самое главное – оставаться людьми тогда, когда страшно. Ребята, а нам страшно. Страшно, потому что люди сейчас думают в первую очередь о своей жизни. И это понятно. И тем не менее, друзья, я прошу вас, быть человеком – значит оставаться им в любое время, в любые трудности. Бездомные животные не виноваты в наших проблемах. Животные не виноваты в трагедиях нашего мира. Они просто хотят жить так же, как и мы с вами. Бездомных, кого мы с вами спасаем все эти 17 лет. Прошу вас, как бы тяжело не было, прошу вас, не оставляйте бездомных. Ваша дружба, ваша поддержка, ваше понимание, милосердие и доброта – это наша жизнь. Это жизнь любого частного приюта, такого, как лохматая душа. Друзья, кто-то помогает нам, кто-то помогает другим приютам. Я прошу вас, я призываю. Сейчас приютам очень тяжело. В нашей России и так трудно жить бездомным животным. Пожалуйста, давайте будем оставаться людьми, будем помнить, будем поддерживать, будем заботиться. И я уверена, ребята, Бог всё это видит. И Бог также поможет. Я в это верю, искренне верю. И вам, друзья, я желаю веры, надежды, любви и помощи от ближнего, от дальнего, от любого человека. Если вам нужна помощь, я желаю, чтобы вам её оказали мгновенно, с добром, с теплом. Ребята, я желаю этого и прошу вас, не забывайте о нас. Ваша помощь нам необходима. Вы – наша жизнь. Это не просто слова. Вы – наша жизнь. Я говорю вам это от имени бездомных. Собак, кошек. Они – животные. Они молчат. Вместо них говорим мы. Те, кто организовал эти острова спасения, и те, кто просят вас. Люди, прошу вас. Будем людьми. Хорошими, добрыми. В самом добром и хорошем понимании этого слова. Я желаю вам здоровья. Друзья, этот ролик о тех, кого мы с вами лечим. Тех, чьи переломы уже срослись, и сейчас им сделаны повторные операции. И сняли пластины, сняли спицы. Но животные по-прежнему еще на социализации, на выздоравливающем этапе. Это Берримор. Это Патрик. А вот Лима. Лима – тяжелая девочка. Рыженькая, маленькая. Лежала на обочине, никого не трогая, и какая-то мразь бросила петарду. Ребенок с перепугу прыгнул на проезжую часть и оказался под колесами. Это чудо, что девочка осталась жива. Но переломана она страшно. Две лапки удалили хвостик, потому что он был оторван ударом. Лима еще находится на выздоровлении, потому что переломы срастаются очень и очень плохо. Хотя прошло уже полтора месяца. Кроме того, ребята, совершенно случайно ехали в клинику, везли наших животных, везли Бори Мора как раз, чтобы снимать спицы. Везли Патрика, везли Лиму. И вдруг впереди идущая машина резко затормозила и вильнула. Мы тоже едва успели остановиться, потому что на дороге лежала и кричала кошка. Я не знаю, как сказать. В общем, кошку на картонке осторожно подняли, положили, довезли в клинику. Вы знаете, ребята, в тот момент, когда она кричала, просто не было ни одной мысли, чтобы схватить телефон и фотографировать, как мучается животное. В тот момент было только одно желание, скорее сгрести ее, быстрее довести, чтобы остановить этот крик. Я не думала, что кошки могут так громко кричать. Ребят, девочку назвали Зена. Ей приблизительно три года. Она стерилизована, это домашняя кошечка. Возможно, просто... Хотя не думаю, что она на трассе могла бы ловить мышей. Не хочу грешить. Возможно, кошки иногда уходят далеко от дома. Горько другое, что мы не знаем, чья это кошка. В любом случае, если кто-то из вас увидит и скажет, это моя, мы будем рады найти ее дом. А пока девочку прооперировали, и она находится у нас на выздоровлении. Ребята, что бы ни происходило в нашем мире, мы по-прежнему заботимся и оказываем помощь тем, кто попал в беду. Защищаем тех, кто уже у нас приручен и защищен. И вы, друзья, я открыто спрашиваю вас и обращаюсь к каждому из вас. Вы с нами. Ребята, вы не бросите нас, потому что каждая копейка, каждые 100 рублей, каждый ваш пост — это поддержка, это надежда, это уверенность в том, что рядом есть друзья, рядом есть те, на кого мы можем положиться. И тогда не страшно. Мои дорогие, мои хорошие, родные, я желаю вам крепкого здоровья. И пусть этот мир будет к вам так же добр, как вы к нему. Мы одно целое с планетой, ребята. Да, нас разделили, ребята, но только когда мы вместе, мы можем творить чудеса, мы можем делать всё, и мы побеждаем. Наша сила, ребята, в нашей сплочённости, не только в отношении бездомных животных, в отношении нашей жизни, нашей страны, только когда мы все вместе. Добра вам, мои хорошие. Добра. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok